Быть внимательным в такое время суток просто необходимо, ведь водители в такой темноте могут нас попросту не увидеть, даже на пешеходном переходе. Тем более большинство из нас ходит в темной одежде. Проведем небольшой эксперимент. Перейду дорогу, на одной стороне у меня есть светоотражающие элементы, на другой нет. На каком расстоянии меня будет заметно лучше, сейчас проверим. Конечно, наши расчеты будут примерными, ведь в данном случае необходимо учитывать множество факторов. Например, количество машин, наличие искусственных неровностей. И тем не менее, вывод очевиден. Пешеход со светоотражающим элементом заметен сразу, еще с момента, когда он только-только выходит на проезжую часть. А вот в первом случае водитель увидел человека только благодаря фарам впереди идущего автомобиля. Носить светоотражающие ленты госавтоинспекция рекомендует всем, но особенно детям. Маленькие пешеходы бывают рассеянные и непредсказуемы на дороге. Светоотражающие элементы, конечно, важны, особенно сейчас, в осенний период, в темное время суток, когда не всегда видно детей издалека. Дети у нас могут выбежать в любой момент, а светоотражающие элементы все-таки при свете фар их могут обезопасить. Четвероклашка Соня Стукалова лично убедилась в том, что светоотражатели могут спасти жизнь. Ну, мы с папой поздно вечером ехали на машине, и когда мы проезжали мимо пешеходных переходов, я заметила, что вообще никого не видно. Хотя в школе-то нам рассказывают уже, говорят, носить их надо, проходит рейд по наличию светоотражающих элементов. Поэтому я задумалась, ну, почему, получается, только нам говорят, а другие не носят. Сейчас ответственный юный пешеход старается подавать пример своим товарищам. Более того, вместе с друзьями Соня создает специальные знаки для первоклашек. Кстати, такие отражалки девочка придумала сама. Но если дети не против дополнить свой образ таким знаком, то как быть со взрослыми, которые не видят в этом никакой необходимости? Смотреть по сторонам, скажете вы. Мы убедились, делают это далеко не все. Вы в курсе? Так пешеход должен переходить дорогу. Ну, конечно. По зебре. А еще снять наушники и убедиться, что тебя пропускают. Надеюсь, в дальнейшем вы будете внимательны. Спасибо большое. Буду знать. Аж стыдно стало сыну, пойду скажу. Мало перед выходом на проезжую часть, просто посмотреть по сторонам. Важно убедиться, что водитель тебя пропускает. Вот посмотрели на право и на лево. Ну, я посмотрел. Ты посмотрел. И я. А куда сначала надо смотреть? Направо или на лево? Направо или на лево? На лево. Направо. А не на вы. Безопасность – это ответственность обоюдная, как автомобилистов, так и пешеходов. Напоминаем забывчивым водителям. Перед зеброй всегда необходимо снизить скорость или остановиться. Кристина Койшерова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».